Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игору Дыня открыли две детские поликлиники в городе Кимра и поликлинику Старицкой центральной районной больницы. Учреждения построены по инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту здравоохранения при поддержке правительства Российской Федерации. В Кимрах гостями церемонии открытия стали жители города. Это значимое событие в первую очередь для родителей, для которых самое главное — это здоровье их детей. В зданиях поликлиник создана удобная регистратура, игровые комнаты, оборудованы современные кабинеты для врачей. Поставлено высокотехнологичное медицинское оборудование. К примеру, это физиотерапевтическая эндоскопическая техника аппарата УЗИ. Увеличено количество кабинетов участковых педиатров, расширен перечень профильных врачей-специалистов. Татьяна Голикова, Михаил Мурашко и Игорь Руденя побывали в кабинетах и отделениях поликлиник, пообщались со студентами-медиками, которые подтвердили готовность трудиться в учреждениях. Сегодня мы видели, что жители Кимр, и первая детская, и вторая детская поликлиника, они очень ждали, и очень хорошо, что это произошло к Новому году. И я думаю, что это существенный вклад в поддержку здравоохранения, в развитие системы, а самое главное — в здоровье граждан. Мы сейчас говорили, что помимо двух поликлиник в этом районе открыто еще семь фельдшерско-кушерских пунктов, одна врачебная амбулатория, плюс информатизация, плюс в этом году включается еще в проект, уже внедряется программа с искусственным инселектом для описания снимков. То есть это комплекс поставка автотранспорта для первичного звена, то есть это охватывает практически все разделы. Отдельно выделенный хирургический блок, рентгенодиагностическое отделение, фильтр-бокс для детей с признаками инфекционных заболеваний. В 2023 году с Кимрской ЦРБ заключены договоры о целевом обучении 29 студентов в Кимрском медицинском колледже. Проведена большая кадровая работа, трудиться в учреждениях пришли молодые медики. Устроился туда и там работал год. Как глоток свежего воздуха, все очень комфортно, просторные помещения, все оборудование, кондиционер. У нас такого не было в старой поликлинике. Это очень здорово, что так возможно сделать в нашем городе маленьком. И третью поликлинику открыли в Старице. Для жителей это знаковое событие, так как на протяжении значительного времени объект оставался недостроенным. Сегодня это трехэтажное здание площадью около 3000 квадратных метров с детскими и взрослыми отделениями на 100 и 200 посещений в смену. При этом все отделения, ранее располагавшиеся в разных зданиях, теперь находятся под одной крышей. Здание новое, это намного комфортнее детям. Даже самое главное ожидание, когда мы ждем, что были условия хорошие, помещение чистое, все новое. Даже дети ждут, например, что-то порисовать. Даже те же самые раздевалки, когда заходишь чистенько, аккуратненько. Для нас, мам, конечно, это очень важно, что мы приходим в хорошие условия. Кроме кабинетов терапевтов, педиатров и узких специалистов, во взрослой поликлинике действует дневной стационар, отделение профилактики, медицинской реабилитации и стоматологии. Особый акцент сделан на диагностике заболеваний. В учреждениях работает клиника биохимическая лаборатория, отделение лучевой и функциональной диагностики. По поручению Игоря Рудени учреждению также передан автомобиль для выездов на дом к пациентам.